Всем привет! Сегодня на канале тыквенный день. Будем готовить что-нибудь из тыквы. Ну, для начала, наверное, попробую приготовить тыквенный нектар с яблоками, с добавлением сока апельсина и сока лимона. А дальше посмотрим. Для начала разделаемся с тыквой, разрезаем пополам. Затем половинки еще пополам. Вычищаем из тыквы семена. Но я думаю, что волокна удалять не обязательно. Мы же все равно будем делать из нее сок. Все это размельчится блендером. Семена, естественно, не выбрасываем. Можно подсушить их в дегидраторе. Можно в духовке. Ну, или так, при комнатной температуре. Правда, это будет намного дольше. Они очень вкусные и очень полезные. Дальше нарезаем тыкву на кусочки вот такие. Срезаем кожицу. Дальше нарезаем на кусочки произвольной формы. Также яблоки очищаем от кожицы. И удаляем сердцевину. Нам нужна только мякоть. Из половины тыквы получилось 2 килограмма 800 грамм. А яблок 1,1 кг. Так, яблок у нас маловато. Грамм 800 грамм. Отбавлю тыквы. Получается 2 килограмма тыквы и 1,1 кг. В большую кастрюлю кладем яблоки. 2 килограмма тыквы. Заливаем воду. Чтобы покрывало тыкву и яблоки. Кастрюлю ставим на огонь и варим до мягкости тыквы и яблок. Я не думаю, что по времени это много. В прошлый раз у меня минут 10-15 ушло на это. Проверяем, протыкая тыкву ножом. Ну, как картошку мундирук варите. То же самое. Ну и пока тыква с яблоками отвариваются. Приготовим сок 1 лимона и 3-4 апельсинов. Да, тыква, конечно, быстрее разварилась. Яблоки намного дольше. Разбиваем все это блендером. После того, как все разбил блендером, заливаю сок 4 апельсинов и 1 лимона. Еще раз хорошенько перемешиваю и пробую на вкус. Хватает ли здесь сахара? Если нет, то добавляем. Если сильно густой, то добавляем воду. Все равно мы будем еще стерилизовать в автоклаве. Поэтому вода не обязательно должна быть кипяченой. Попробовал. По кислоте и консистенции меня все устраивает. Единственное, не хватает сладости. В прошлый раз, когда готовил тыквенный сок, как и с детства, есть рецепт на канале, переходите, смотрите. Я добавлял 100 грамм на 1 килограмм тыквы. Там было 4 килограмма тыквы, 400 грамм сахара я добавил. Сейчас у меня 2 килограмма тыквы и килограмм с небольшим яблок. Получается 3 килограмма 300 грамм сахара добавляю. И еще раз хорошенько взбиваю блендером до растворения сахара. 8 литров в итоге у меня получилось. 7 литровых банок залил соком. И вот литр остался на дегустацию. После стерилизации вкус точно не изменится. Будет такое же абсолютно. Так что закатываем банки крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком секунд на 30 минимум. Чтобы уплотнительное кольцо размякло и плотнее прилегло к горловине банки. Ну и чтобы всякая грязь ушла с крышек, которая поналипла на них при производстве. 7 баночек у меня литровых помещается в нефор. Вот в нем сейчас и простерилизую. Но малиновку тоже будем сегодня использовать. Так как я хочу еще приготовить пюре. Но не знаю получится оно или нет. Эксперименты опять. И хочу загрузить просто кусочками. Без воды. Без сиропа. Просто отдельно куски тыквы. Как они себя поведут после автоклавирования. Мы же когда тушим в духовке не заливаем воду в тыкву. Про машинку уже закаточную 100 раз рассказывал. Это Prodmash. Модель Luxe P. Автомат. Крутишь. До щелчка. Все готово. Пинцет. Секретная разработка. Такая же как и полотенце. Обзор на полотенце снять не могу. Под грифом секретно. Так что кто просил обзор на полотенце, извиняйте. Загружаем в автоклав. Добавляем пару чайных ложек лимонной кислоты, чтобы не было налета от воды на банках. Заливаем в бак воду сантиметра 3-4, не доходя до горловины. Добавляем температуру до 100 градусов и выдерживаем 10 минут. Фух, ну и денек сегодня. Так замотался. И тыква, и помимо тыквы еще дела, даже хлеб не успел приготовить. Хорошо вот остался кусочек батона. Хоть перекусить. Продегустируем сок-то. Нет, ну разница-то конечно есть, чем просто тыквенный. Ну прям чего-то такого, вау. Нет, ну вкусный. Мне больше всего интересно, как получится тыква без воды. И перемолотые на мясорубке. 7 банок у меня получилось вот такой вот тыквы кусками. По чайной ложке сахара в каждую банку. И перекрутил на мясорубке вот так вот на 2 баночки. Тоже в каждую банку добавил по 1 чайной ложке сахара, перемешал. И все. Ну и как обычно, банки закатываем крышками и в автоклав. Так как мы будем готовить на воде, поэтому заливаем воду. Я обычно заливаю градусов 40-50 в воду, чтобы быстрее нагрев происходил. Ставим температуру 100 градусов. Ну на воде в принципе нам нужно до 100 градусов довел и отключил, потому что еще продержит автоклав эту температуру где-то минут 15. Нажимаем время. Нажимаем опять подтвердить. И чтобы включить, нажимаем вот эту вот кнопку, где указано время. И удерживаем ее 5 секунд. Ну все, даем автоклаву остыть до комнатной температуры, ну или хотя бы до 30-40 градусов. Всем доброе утро. Сразу выводы какие. Сок отлично простерилизовался, но с ним и ничего такого не должно было случиться. Через мясорубку, который прокрутил тыкву, мы ее попробуем одну баночку. А вот те, которые просто кусками накладывал. Как бы плотно я ее не набивал, все равно получилось чуть больше полбанки. Давайте откроем, попробуем. Тыква не сильно сладкая, можно было сахара еще немного добавить. Ну, отлично приготовилась. Единственное то, что мало получилось в ее банке. Мне больше всего интересно, как получилось вот это вот через мясорубку. Я просто боюсь, что она получится крупинками. Но, наверное, и нет. Сахара тоже мало. Но это хорошо, потому что я не собираюсь ее использовать в чистом виде вот так для еды. Отлично. Конечно, есть крупинки, но они нежные, мягкие, тают во рту. Делаю вывод, что вот такое хранение для меня будет лучше всего. Я хочу использовать для приготовления хлеба, либо кексов, либо пирога, всевозможных десертов. В общем, много для чего. Не просто сохранить тыкву, а вот, допустим, нужно приготовить хлеб тыквенный. Тыкву нужно разрезать, запечь, выскрести вот эту мякоть, чтобы добавить ее в тесто. А здесь все проще. Открыл вот банку, сколько нужно, взял, добавил. Это намного проще и намного быстрее. Считаю, эксперимент получился просто отличный, очень полезный. Ну, по крайней мере, для меня. А вы подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Это помогает продвижению канала. Также подписывайтесь на мою страничку в инстаграме. Там частенько бывают анонсы, фотографии. С автоклавом, с дегидратором, с хлебопечкой, много с чем. С выездов на природу, рыбалку, тихую охоту, ножи Российской империи СССР и так далее и тому подобное. Всем приятного аппетита. Пока. Да, конечно, неполные, но вкусные они получились. И по соку. Он вот немного постоял, охладился. Я потом еще его перед сном, можно сказать, попробовал. Ну да, есть разница, конечно. Не прям значительная такая. Ну, интересный привкус у него. Чуть-чуть даже яблоки чувствуются. И цитрусовые. Так что, как вариант, очень даже хорошо.